Говорит Бабу Нейхи Анил-Калям Фис-Салла Глава о запрете разговаривать в намазе Аль-Хадису Саамин Ба'д-Аль-Миа Хадис 108 в нашей книге Аль-Заид Ибн-Ар-Кама Приходит Аль-Заида Ибн-Ар-Кама Ради Аллаху Ану о том, что он сказал Куннана Такелляму Фис-Салла В начале ислама мы разговаривали в намазе Юкаллиму Раджулю Минна Сахиба Так что один из нас разговаривал со своим соседом по ряду То есть спрашивал, как твои дела Как ты совершил такое-то деяние Как случилось то-то и тому подобное То есть задавали различные вопросы друг другу в намазе И разговаривали Говорит Так что его сосед был рядом с ним в намазе И разговаривал с ним Пока Всевышний Аллах мне не спасал Стойте перед Аллахом смиренными И после этого нам было приказано молчать в намазе И было запрещено в этом намазе разговаривать Имеется ввиду, было запрещено разговаривать Посторонними, лишними словами Что касается тех слов дуа И различных аятов из Курана Которые узаконены совершать в намазе То они узаконены и они совершаются Это хадис нашей главы приходит у Бухари и Муслима Говорит Гарибуль хадис Какие непонятные слова и фразы есть в этом хадисе Говорит Что значит И стойте перед Аллахом смиренными Говорит У понятия смиренность Есть сразу несколько смыслов в арабском языке Из этих смыслов Подчинение То есть стойте перед Аллахом подчиненными Из этих смыслов также смирение А также мольба А также долгое стояние А также молчание Все это является смыслами понятия Тот, который стоит перед Аллахом смиренным Говорит И в этом хадисе или в этом аяте Под стойте перед Аллахом смиренными Имеется ввиду молча Молчаливо Говорит Потому что сподвижники поняли из этого аята то Что им необходимо молчать В намазе запрещено им разговаривать То, что им необходимо молчать И Перед словом Нам было запрещено разговаривать Имеется ввиду То есть Такой калам О котором Всем известно Имеется ввиду Такой калам Такие слова запрещены в намазе Которые они Раньше разговаривали То есть В начале ислама Говорит Какой общий смысл этого хадиса Говорит Закара Зайду ибн Архам Упомянул Зайду ибн Архам Говорит Он упомянул о том Что мусульмане В начале этого дела То есть В начале ислама Разговаривали в намазе Настолько Насколько Нуждались в разговоре Было так Что один из них Разговаривал Со своим соседом По ряду И пророк Это слышал И не порицал И за это Так было Когда В начале ислама А раз Говорит Этот намаз В нем есть Занятость человека Тем что он общается Со Всевышним Аллах То он не должен Разговаривать В это время С кем-то Посторонним То есть Это даже Среди творений Известно Так или нет То есть Если пришел К тебе Кто-то Из важных Людей И ты Разговариваешь С ним И при этом Еще раз Разговариваешь Направо Налево С кем-то То это указывает На неуважение К этому человеку Так или нет То есть Человек может Возпринять это Как проявление Неуважения К нему Говорит А раз так Всевышний Приказал им Охранять И оберегать Свои молитвы И молчать В них И запретил им Разговаривать В этих намазах Говорит Какие разногласия Для чего Для чего Для пользы Тахрим Если человек Налево Либо по забывчивости С действительными Он должен Начать Намаз Заново Выйти Из намаза И начать Совершать Его Заново Это более Правильное Мнение В этом Вопросе Что касается Помощи Имаму В Куране Если имам Ошибся В чтении Суры Фатиха То человек Обязан Поправить Его Если имам Ошибся В чтении Какой-то Другой Суры Кроме Суры Фатиха То поправить Имама Является Желательным Но Необязательным Нам И это Не делает Намаз Человека Недействительным То есть Если человек Помогает Поправляет То твой Намаз Не становится От этого Недействительным То же самое Если ты стоишь В намазе И кто-то Рядом с тобой Читает Хуран И читает его Неправильно И ты поправляешь Его Можно так делать Или нет Ты стоишь Читаешь намаз Рядом с тобой Стоит Или сидит Человек Который читает Хуран И ты слышишь Что он читает Хуран Неправильно Так Можешь ли ты Его поправить Или нет Мы говорим То что В этом случае Поправлять Этого человека Нежелательно Но если человек Все таки Его поправит То намаз Этого человека Остается действительным. Почему? Потому что это не считается за посторонний разговор, но произношение Кур'ана в намазе разрешено. Вот это понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Это кратко о правильных мнениях в этом вопросе. Теперь Шех Абдулла Аль-Бассан будет разбирать этот вопрос поподробнее. Говорит «Тазааба аль-Ханабиля иля бутлани салафи кулигада». Ханбалиты считают, что во всех этих ситуациях намаз человека является недействительным. Это мнение правильно или нет? Это мнение неправильно. Как мы говорили, человек по забывчивости, если или по невежеству и так далее, совершил во время намаза разговор, то его намаз остается действительным. Говорит «Амалан биадал-хадис аль-Лазима'ана». Какой вдовод они взяли за свое мнение? Вот этот хадис Зайда ибну Аркама, который у нас в главе. Говорит его хадис «Кунна нусаллиму алейка фисаллах аторудду алейна». А также хадис ибну Масруда о том, что мы давали тебе салам в намазе. «Катарудду алейна», то есть, когда ты совершал намаз и ты отвечал нам раньше. «Ваалейк мусалам» говорил. «А теперь почему нам не отвечаешь?» Пророк, салаллах аль-Лазима, сказал «Поиси в намазе есть занятость». Говорит «Мутафхун алей уагайру мамина ладилла». Это хадис у Бухарии Муслима, а также привели ханбалиты другие доводы на этот вопрос. Что это за хадис последний? То, что приходит от ибну Масруда, когда они вернулись с Эфиопии и пророк, салаллах аль-Лазима, совершал намаз, Абдулла ибну Масруда дал ему салям. И пророк, салаллах аль-Лазима, не ответил ему на этот салям. И Абдулла Абдулла ибну Масруда не понял, почему пророк, салаллах аль-Лазима, не ответил ему в намазе. Говорит, раньше, когда мы давали тебе салям, то есть до того, как мы уехали в Эфиопию, ты говорил нам, алейкум, салям, несмотря на то, что совершал намаз. Пророк, салаллах аль-Лазима, указал им и сказал, в намазе есть занятость. То есть я общаюсь со своим Господом, поэтому не отвечаю вам. И пришел новый приказ о том, что является запретом отвечать в намазе на салям словом. Но как, если с тобой поздоровались, и ты совершаешь намаз, как ты должен поступить? Должен указать ему рукой. То есть показать своей рукой то, что ты ответил ему на его салям, но не должен отвечать ему разговором. Говорит, второе мнение в этом вопросе, которого придерживались два имама, это имам Малик, а также Ашафир, к тому пришли, то, что намаз того человека, который поговорил в этом намазе намеренно, но он не знал об этом, что нельзя разговаривать в намазе, они сказали, намаз такого человека является действительным. Или если человек забылся, забылся, что он намазе, или забыл, что нельзя разговаривать, они сказали, что намаз такого человека действительный. Или если человек подумал, что он уже завершил намаз, дал салям, и что сделал? И потом разговаривал. Потом ему сказали, брат, ты только три раката совершил, а не четыре. Потом он понял, что он намаз не дочитал. Что мы относительно такого человека говорим? Должен ли он совершать намаз заново, или может просто дочитать один ракат? Кто скажет? Должен дочитать один ракат и все. И то, что он разговаривал после этого. Чего? Саляма не вредит действительности его намаза. Салаканал каляму фиша'ни сала, а улям якун фиша'ни. А при этом, без разницы, этот разговор человека касался намаза или не касался намаза. Васалаканал мутакаллиму имаман аума муман. Говорит имам Шафия, а также Малик. И без разницы, разговаривал человек, будучи имамом в намазе или тем, кто стоит за имамом. Они сказали намаз такого человека действительный, полноценный. И человек должен построить конец намаза на его начале. То есть, просто должен дочитать этот намаз. Не должен совершать его заново. Говорит, и то мнение, к чему пришел имам Малик, а также имам Шафия, о том, что намаз такого человека является действительным, если он был невежественным. Или был саги, то есть, беспечным, по забывчивости произнес какие-то слова. Или предупредил какого-то человека об опасности. Или разговаривал для пользы намаза после салама. До того, как он в действительности еще завершился. Этого мнения придерживался также имам Ахмад. В сильных риваятах, которые передавались от него. И это мнение выбрал в этом вопросе также Шайху Ислам Ибн Таймия. Говорит, и доводы этого мнения являются сильными, явными, понятными. Из этих хадисов хадису Зулья Дейна. Хадис Зулья Дейна, который мы разбирали ранее. Хадис Каву Абу Гуреве. О человеке двумя с двумя длинными руками. Помните или нет, когда пророк, саламу али-саламу, ошибся в намазе. И что сделал? Совершил только два ракаата в одном из дневных намазов. Либо в намазе Зухр, либо в намазе Асра. Потом дал салам. В этом хадисе приходит то, что как пророк, саламу али-саламу, так и Зулья Дейн, так же Абу Бакр, так же Умар. Все они поговорили после салама в этом намазе. А также те, которые вышли из мечети, не дождавшись окончательного решения. Они произносили друг с другом, то, что намаз был сокращен. То есть пророк, саламу али-саламу, несмотря на это, что сделал? Не велел им перечитывать намаз заново, но сам встал и дочитал два ракаата, которые остались. Это говорит о том, что такой разговор не нарушает действительность намаза. А также то, что передает имам Муслим от Муауи ибн-Хакама с Сулами, который говорит Однажды, когда я совершал намаз вместе с пророком, один из совершающих намаз чихнул И я сказал ему, да помилует тебя, Аллах. Тогда люди стали смотреть на меня в намазе, то есть удивились тому, что я разговариваю в намазе. То есть, я тогда сказал, да потеряете вы своих матерей. Что вы смотрите на меня? И люди начали стучать своими руками на что? На свои ноги. То есть, показывая, чтобы я замолчал, говорит И когда я увидел, что они хотят от меня, чтобы я замолчал, я замолчал. То есть, я разгневался, но я замолчал и перестал разговаривать. А когда пророк, саламу али-саламу, завершил этот намаз, он сказал Этот намаз не разрешено в нем произносить что-либо из слов людей. Этот хадис приходит у имама мусульма. И пророк, саламу али-саламу, не приказал этому человеку, то есть, Муау ибн-Хакаму ас-сулями, перечитать намаз. Правильно или нет? Несмотря на то, что он разговаривал в намазе или нет. Разговаривал. Смотри, что сказал в намазе. Во-первых, тому, кто чихнул, сказал ему, архаму каллах, да помилуйте Аллах. Потом, когда они начали на него смотреть, он сказал Да потеряете вы своих матерей. Что с вами? Почему на меня смотрите? То есть, этот разговор происходит прямо во время намаза. Несмотря на это, пророк, саламу али-саламу, не приказал ему перечитать намаз. Почему? Потому что этот человек был невежественным относительно этого постановления. Далее. Говорит ва-хадис, а также хадис пророка, саламу али-саламу, Руфи или уммати анилхата уон несиян уа мастукриху алейх. Моя общине прочено то, что они совершили по ошибке, или по забывчивости, или по принуждению нам. Говорит, и лагири далек мина ладилла ас-сариха ас-сахиха. И тому подобные другие доводы явные, достоверные. То есть, которые подтверждают мнение имама Малеки и Шафии в этом вопросе. Ва-хадису аль-баб, ва-нахуи, а также хадис нашей главы и тому подобное. В нем речь идет о недействительности намаза того, кто знает о запретности, разговаривает в намазе, но при этом разговаривает в намазе намеренно. Говорит, и ученые разошлись так же. Прежде чем читать дальше, значит понятен этот вопрос, так или нет. Чей намаз портится из-за разговора в намазе, а чей намаз из-за разговора в намазе не портится. Это, инша-Allah, ясно. Далее. Говорит, и ученые разошлись относительно аннафх. То есть, если человек дует в намазе, То есть если стоит в намазе, ему жарко. Что такое нафх? И он стоит и дует себе, например, на одежду, или дует себе на лицо, для того, чтобы охладиться. Ваннахнаха. Что такое нахнаха? То есть откашливание. Когда откашливает горлом. То есть намаз такого человека становится недействительным или нет, в этом есть разногласия у ученых. Ваттаау воль анин. Аттаау это когда человек зевает и громко произносит звук призевания. Воль анин, анин это стонание. То есть если у человека что-то болит, болит нога или что-то подобное, он стонается в намазе. Воль анинтихат. Антихат это плач или рыдание, когда человек плачет громко в намазе. Ваннахнаха. И тому подобные звуки. То есть если человек произносит такие звуки, его намаз действительно или он становится недействительным. Относительно этого у ученых есть разногласия. Говорит хазаяба Баудуум. Говорит первое мнение в этом вопросе, которое придерживались некоторые ученые. И это известное мнение из мозга баханбалитов и шафиитов. Они сказали, что такие звуки делают намаз недействительным. Если при произношении этих звуков человек высказал две буквы. Почему они так сказали? Потому что, говорят, самое минимальное слово в арабском языке состоит из двух букв. Поэтому получается, если человек произнес звук, который состоит из двух букв, то как будто бы он произнес постороннее слово в намазе. А, соответственно, его намаз становится недействительным. Говорит, А если же человек произнес звуки, но эти звуки не состоят из двух букв и выше, То, что эти действия и эти звуки не портят и не делают недействительным намаз человека. Вахтара шейх Ат-Та-Тиуддин Адам Али-Бталь-Биад-Ля-Шея И также шейх Руслама Митамия выбрал мнение о том, что все эти стоны и все эти звуки не портят намаз. Валю бана мин ухарфан Говорит, даже если человек произнес две буквы. То есть, это второе мнение в вопросе, которое придерживает шейх Руслама Митамия, Что человек, если стонает, или плачет, или откашливается, или зевает, и тому подобное, или чихает, Эти звуки не портят намаз и не делают его недействительным, Даже если человек при этом произнес какие-то две буквы, или какой-то звук, состоящий из двух букв. Ляна алейсат менджин сель калям Скал, почему? Потому что это не является разговором. То есть, стонание, рыдание, все это не называется разговором в арабском языке. Таля юмкину хиясу аляль калям Поэтому неправильно провести аналогию этих звуков на разговор. И говорит, отсутствие недействительности намаза, то есть, то, что намаз остается действительным, Передается так же, как одно из мнений имама Малика и Ахмада. И в довод они привели хадис Али ибн Абиталиба. Я заходил к посланнику Аллаха дважды в день, ночью и днем, то есть, вечером и днем. Если я входил к нему, и в это время пророк совершал намаз, он откашливался, чтобы показать, что я в намазе. Это хадис передает имам Ахмад и ибн Ахмад. Также пришло то, что пророк, салаллаху алиу ассалама, был в намазе, или во время совершения намаза, затмение солнца. И сказал Муханна, кто такой Муханна? Один из учеников имама Ахмада. Он сказал, Все эти вещи, все эти стоны или звуки не являются разговором и не называются разговором в арабском языке. Поэтому они не вредят намазу. Говорит, шейху исламу указал на то, что различные звуки, которые произносит человек, могут быть трех видов. Говорит, есть такие слова, которые указывают на смысл. Как, например, слово яд, рука или фам. Что такое фам? Рот. И тому подобные слова. А есть такие слова, которые сами по себе не указывают на смысл, но приобретают смысл в связке с другими словами. Мыслю, как, например, предлоги. Ан, ва мин, от или из, ва фи, или внутри чего-либо. Ва мауа бисабилиха. И тому подобные слова. Ва адан аннуан минал калам, я дуллан аля маанан билуада. Говорит, эти два вида слов указывают на определенный смысл. Будь то отдельно, сами по себе, или будь то в связке с другими словами. И поэтому ученые сошлись на единолазном мнении, что подобные слова, то есть эти два вида слов, делают намаз человека недействительным. Иллам якуль лау узрун шариги. Если у человека не было шариатского оправдания относительно произношения этих слов. И что получилось? Какие слова портят намаз человека? Такие слова, которые несут в себе смысл. Как все слова арабского языка. Дом, мечеть, улица, род, рука и тому подобное. Если человек произнес такое слово или целую связку слов, то это делает намаз недействительным. Второй вид слов, какие слова, которые не несут смысл сами по себе, но приобретают смысл в связке с другими словами. Как предлоги. От. Что значит от? Не несет какого-то понятного явного смысла. Но если он скажет, я отошел от мечети, я отошел от мечети, то в этом случае от уже в этой связке несет определенный смысл. Так вот, как первый вид слов, так и второй вид слов является чем? Тем, что делает намаз человека недействительным, если он произнес эти слова в намазе, намеренно зная о запрете. Говорит уаммал кысмус ани фил калям и говорит второй большой вид слов, то есть те два маленьких вида объединяются в один большой вид. Какой большой вид? Те слова, которые портят намаз. Теперь второй большой вид относительно разговора или слов. Говорит, это такие слова, которые несут определенный смысл, но несут смысл по природе. То есть они не несут смысл, как в арабском языке, но по природе. Как, например, когда человек произносит фразу типа ох или ах, то есть охает, например, в намазе. Или плачет в намазе. Говорит, что касается таких видов звуков, то более правильное мнение, что они не делают намаз, они действительно. Потому что это не называется словами в арабском языке. На том языке, на котором разговаривал посланник Аллаха. Говорит, что касается нахнаха, то есть откашливания в намазе, то пришло в хадисе Али. То есть, когда я входил к пророку, и он совершал намаз, то нахнах Али. Он откашливался, чтобы показать, что он стоит в намазе. А что касается имама Ахмада, то от него передается два риваята, или два мнения в этом вопросе. Одно из мнений, что намаз становится недействительным, если человек откашливается без уважения на это причины. И мнение, что откашливание не делает намаз недействительным ни в коем случае. К нам это мнение правильно. То, что откашливание, или рыдание, стонание, тому подобное, все это не делает намаз недействительным. Говорит правильное мнение относительно того, портит ли хохот или смех намаз. Если человек посмеялся в намазе или хохотал. Говорит, смех портит намаз, тем более, если он произносится громким голосом. Так что это противоречит смирению обязательному в намазе. Нам это более правильное мнение в вопросе. Если человек смеялся, то при своем смехе, если он произнес какой-то звук, то этот смех аннулирует намаз. Человек должен начать совершать намаз заново. Но если человек просто улыбнулся в намазе, не произнеся какого-то звука, то эта улыбка не делает намаз недействительным. Вот это ясно или нет? Разница между улыбкой и между смехом. Не говоря уже о чем, о громком хохоте в намазе. Говорит, в смехе, когда человек смеется в намазе, есть указание на то, что он относится к намазу легкомысленно и играет с ним. И это аннулирует цель от намаза. То есть цель от намаза какая? Смиренность перед Всевышним Аллахом и напоминание его. А если человек стоит и смеется в намазе, то эта цель не достигается. Говорит, и поэтому смех портит и делает намаз недействительным, а не потому, что он является разговором. Ясно или нет? То есть смех портит намаз не потому, что он является разговором, а потому, что он противоречит целям намаза и смирению в намазе. Калибн-Мунзир сказал, ибн-Мунзир, Ученые сошлись с невластным мнением, что смех делает намаз недействительным. Май-Ухадумин Аль-Хадид говорит, какие полезные моменты и постановления берутся из нашего хадиса. То есть из хадиса под номером 108 от Абу-Катады, от Зайда ибну Аркама. Говорит в этом хадисе в указании на то, что в начале ислама люди разговаривали в намазе, и это было разрешено по мере нужды. Второй полезный момент. В этом хадисе в указании на то, что после того, как были неспосланы слова Всевышнего Истокии перед Аллахом Смиренными, наваз, или точнее разговор в намазе был запрещен. Это касается того человека, который помнит, что он стоит в намазе, и то, что разговаривать в намазе запрещено. Третий полезный момент. Указание на то, что произношение слов, вместе с тем, что оно запрещено в намазе, оно еще делает намаз и недействительным. Почему? Потому что запрет несет за собой недействительность. Четвертое. Смиренное стояние перед Аллахом в этом аяте, под ним подразумевается стояние молчаливое. Как это поняли сподвижники. И именно таким образом они действовали по этому аяту во времена пророка. Говорит и пятый полезный момент. Говорит смысл. Почему запрещено разговаривать человеку в намазе? Потому что от человека требуется то, чтобы он направился ко Всевышнему Аллаху в этом поклонении. И ощущал сладость и наслаждение от того, что он общается со Всевышним Господом. Поэтому человек должен стремиться сохранить этот смысл в намазе. И шестой полезный момент. Говорит в этом хадисе приходит явное указание на аннулирование разрешенности разговаривать в намазе. В нем, в этом хадисе, приходит указание на то, что это сначала было разрешено, а потом стало запретно. На этом мы закончили главу о разрешенности или о запрещенности разговаривать в намазе.